В народе поговаривают, что кризис вроде как заканчивается. А это значит, что хватит думать о хлебе насущном. Пора подумать о насущном масле. А вы, кстати, никогда не задумывались, как масло жёлтое и твёрдое получается из молока белого и жидкого? Всё очень просто. Это как в одной известной сказке. Берут лягушку, трудолюбивую и жаждущую жизни, и бросают её в ведро с молоком. Она там барахтается, 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 и бац, получается масло. Значит, в производственных масштабах это делается следующим образом. Огромный чан с молоком, туда высыпают три ведра жизнеспособных лягушек, и рано или поздно они своими лапками взбалтывают молоко до такой степени, что получается масло сливочное. Думаете, не так? Пожалуйста, смотрите сюжет. Сливочное масло производят из коровьего молока. Факт? Факт. Какова жирность масла? 80%. А свежего молока? Примерно в 20 раз меньше. Где же молоко умудрилось потерять стройность и так разжирело? Давайте разберёмся. За ответом программа «Галилео» решила отправиться в соседнюю Финляндию. Эта страна гордится своими молочными традициями, а больше всего качеством своего сливочного масла. Может быть, у них самые жирные коровы, которые дают самое жирное молоко? Наша первая остановка – коровья ферма. На первый взгляд, коровы здесь самые обыкновенные. Всего 140 голов. По финским меркам это совсем немного. Все эти бурёнки в сутки дают пять тысяч литров самого обыкновенного молока. Правда, жирность его должна быть не меньше четырёх процентов. Иначе завод такое молоко не купит. Эту самую жирность обеспечивает выверенная до грамма вегетарианская диета. В рационе у коров сушёная трава, рапс, пшеница и овёс. Эти компоненты, богатые белком и клетчаткой, которые повышают как удои, так и жирность молока. Все эти ингредиенты просушиваются, взвешиваются и перемалываются прямо во дворе фермы. В день коровы монотонно пережёвывают более семи тысяч килограммов этого питательного корма. Обратите внимание, на шеях у всех животных увесистые металлические кулоны. В них встроены радиочастотные метки. На каждую корову тут собрано целое электронное досье. Умна, образована, даёт сорок литров молока в день. Истинная корова. Но вернёмся к молоку. Когда пришло время с ним расстаться, бурёнка или лейме, как её зовут здесь, в Финляндии, решает сама. Тут, знаете ли, полная демократия. Захотела? Заходи в отсек для дойки. Всё очень просто. У нас на ферме процесс доения полностью механизирован. Всю работу выполняет вот этот робот. Сначала он моет и высушивает вымя. А затем, при помощи лазера, который служит своего рода прицелом, рука-манипулятор надевает на вымя четыре чашки. И создаёт в них вакуум. Начинается получение молока. По завершению очищаются и чашки, и лазер. На этом этапе с молоком ничего не произошло. Оно всё ещё четырёхпроцентной жирности. Когда же оно начнёт густеть и превратиться в масло? Полученное молоко по системе труб попадает в холодильник. Чтобы в парном молоке не начался неконтролируемый рост бактерий, его необходимо быстро охладить до температуры три с половиной градуса. Сам холодильник представляет из себя бочку с двойным дном. Между стенок контейнера подаётся охлаждающая жидкость, которая и понижает температуру молока. Каждые два дня к фермерам приезжает машина с завода. В неё помещается больше пятнадцати тысяч литров молока. Поэтому за сутки водитель объезжает сразу несколько окрестных ферм. Но прежде чем забрать молоко, он берёт пробу для лабораторных анализов. Зачем? Ведь потом всё равно всё молоко смешивается. Узнайте чуть позже. А дальше по отработанной схеме. К контейнеру подсоединяют шланг с датчиком температуры. Опять полная автоматика. Если молоко теплее шести градусов, закачка просто не начнётся. Требования к молоку у заводов очень строгие. Итак, молоко приехало на завод. Прежде чем принять его в работу, пробы проверяют в лаборатории. Вдруг корову кормили не тем, чем нужно. Некачественное молоко никогда не пустят в переработку. Вся цистерна будет забракована. Помните, мы брали пробы. Виновник надолго будет лишён возможности торговать молоком. Проверяют каждую новую партию с помощью так называемых кисловатых бактерий. Точно такие же добавляют в молоко при производстве кефира или йогурта. Если бактерии приживаются, проба вновь приобретает кремовый оттенок. Значит, молоко чистое. Можно принимать. На эту фабрику ежедневно поставляют молоко со 110 ферм. А это миллион литров молока. Когда же будет масло? Первая остановка на пути к нему – сепаратор. Здесь всю молочную цистерну разделят на сливки и обезжиренное молоко. Или как его ещё называют – абрат. А для этого молоко необходимо подогреть до 50 градусов. При такой температуре легче всего отделяется жир. А дальше молоко небольшими порциями взбивают, как в миксере. Алюминиевая лопасть вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту. И центробежная сила делает своё дело. Замерим жирность сливок в 40%. Уже десятикратная прибавка. Но нам нужно 80. Продолжим поиски. Сливки для начала отстаивают вот в таких ёмкостях. А затем они поступают в маслобойную машину. Здесь происходит самое вкусное. Сливки взбивают. В такую цистерну помещается почти 2000 литров сливок. Из чего же состоят сливки? Давайте посмотрим. Здесь мелкие шарики жира, пара капель воды или плазмы, а также пузырьки воздуха. Эти самые сливки больше часа крутятся в барабане со скоростью 900 оборотов в минуту. При этом жировые шарики в них бьются друг от друга, теряют оболочки и слипаются в единую массу. Это и есть сливочное масло. Из 8000 литров сливок на наших глазах появилось 4000 килограммов масла. Жирностью больше 80%. Выходит, что сливочное масло – это концентрат, но не молока, а молочного жира. Это еще не все. Чтобы было вкуснее, в готовое масло мы добавляем соль. Хотите посмотреть? Соляной раствор под давлением подается в маслобойную машину и равномерно смешивается с готовым маслом. Как вы думаете, почему молоко белого цвета, а получаемое из него масло – желтого? В молочном жире гораздо выше концентрация витамина А, того же, что и в морковке. Кстати, масло из зимнего молока светлее, чем из летнего. Качественное масло всегда упаковывают в бумагу с прослойками фольги. Зачем? Фольга защищает от солнечного света, под воздействием которого масло окисляется. А теперь эксперимент от Галилео. Народная мудрость гласит, что правильный бутерброд всегда падает маслом вниз. Проверим. Но другая мудрость утверждает, что кошка всегда приземляется точно на лапы. Осталось проверить опытным путем третью мудрость. Что будет, если на спину кошки привязать бутерброд с маслом? Ладно, лучше уж молочка ей нальем. Обожаю программу Галилео. Так, надо еще поставить человека, чтобы сделать сюжет про буженину, про майонез, про соленые огурцы обязательно. И про этот какого. Про бензин.